Логичным действительным переходом от морфологического доклада будет доклад, посвященный лучевой диагностике, в частности, применении компьютерной томографии как основного метода при диагностике патологии органов грудной клетки. Итак, если мы обратимся к каким-то общим характеристикам той картины, которую мы видим при компьютерной томографии, то она достаточно в целом не специфичная. Это образование, как правило, локализовано в переднем средостении, имеющее легкотканную плотность, часто в которой могут встречаться кальцинаты, кистовидные включения, причем количество кальцинатов коррелирует со злокачественностью формы тимомы. И при злокачественных формах тимома, B, карцинома тимуса, могут быть диссеминация в груди, а также наличие отдаленных метастазов. Поэтому, если мы увидим какой-то распространенный процесс, это отнюдь не значит, что мы имеем дело не с тимомой. Обратимся к изображениям тимома А. Как же она выглядит? Это может быть банально, иметь вид обычного тимуса, несколько, возможно, увеличенного в размерах относительно возраста. И поэтому, если мы имеем соответствующую клиническую картину, то, имея такие изображения, мы отнюдь не можем исключить наличие тимома. Вот тимома B, это уже видно, что это шарообразное некое образование в данном клиническом наблюдении, локализованное в переднем средостении, округлое, отличающееся от остальных структур переднего средостения, от жировой ткани. И поэтому мы видим некое образование, которое требует верификации, которое в дальнейшем в данной ситуации оказалось тимомой типа B. Схожее наблюдение, уже виден мелкий кальцинат. Вот большее по размеру образования, видно, что форма уже неровная, бугристая, имеет бугристый контур, имеет множественные кальцинаты в структуре, видны распространения по плевре, виден гидроперикард. Все это необходимо отразить в том заключении, которое дает получивый диагноз, дабы как-то сориентировать своих коллег о той возможной патологии, с которой они имеют дело. Это уже карцинома тимуса, здесь опухоль первично удалена, но в дальнейшем возникло распространение, виден узел, расположенный в перикарде и на плевре, множественное образование. Ну, если бы все было так просто, увидел образование переднего средостения, написал тимомой, успокоился, однако, как правило, это не так, потому что здесь необходимо знать большое количество патологий, которые могут иметь сходные черты. Ну, в частности, тоже увидим мягкотканное образование, выполняющее передние средостения, затрагивающее близлежащие сосуды, распространяющиеся на грудную стенку и легкие, но, однако, гистологически это лимфома. Еще одно, два различных наблюдения, также образование в переднем средостении с кальцинатами, с участками низкой плотности кистовидной формы, кистовидной структуры, это тератомы. Еще одно, тоже в целом сходное наблюдение, как и в случае тимомы, округлое образование, достаточно четким контуром, несколько больше по размеру, чем в вышепредставленном клиническом наблюдении, и это герминогенная опухоль. Еще одно образование, также гетерогендная структура, охватывающая верхнюю полую вену, активно накапливающее контрастное вещество, саркома. Достаточно однородное выглядящее образование, интенсивно накапливающее контрастный препарат, без кальцинатов, без кистовидных включений и гистологический парагонглиома. И также сходные наблюдения, образование с бугристыми контурами, с неоднородной структурой, с наличием кистовидных участков, это рак легкого. К чему все это говорю? К тому, что, видя достаточно сходные между собой образования, рентгенологически достаточно сложно высказаться в пользу того или иного генеза данной опухоли. Здесь необходимо учитывать всю полноту клинической картины и возраст, и то, как себя данная болезнь проявляла. Поэтому достаточно необходимо быть настороженным в утверждении того или иного гистологического диагноза по данным лучевой картины. И, как уже говорил докладчик выше, действительно транстракальная биопсия является хоть и не самым оптимальным возможным способом диагностики, но так как зачастую мы не знаем, с какой патологией мы имеем дело, тот полученный материал с помощью данного метода диагностики зачастую позволяет сориентироваться и выбрать ту оптимальную тактику лечения, которая необходима данному конкретному пациенту. В целом, каким же образом проводится вмешательство под контролем компьютерной томографии? Они могут быть реализованы в нескольких вариантах. Это либо последовательный режим, когда врач перемещается из процедурной в пультовую, постепенно продвигая инструмент к цели. Это применение режима КТ-флюроскопии, когда врач находится непосредственно около пациента и нажимая педаль в режиме реального времени наблюдает продвижение углы. И, наконец, использование роботосистированных систем, которые позволяют установить инструмент в нужную позицию без излишнего облучения. Как при любой другой трансстракальной биопсии, так и в случае, если мы имеем дело с ТИМОБой, необходимо для себя выполнить ряд этапов. Это сначала оценить показания и риски, спланировать операцию, выбрать цель, выбрать оптимальный способ либо тонкоигульно-испирационной биопсии, либо трепанной биопсии, определиться с наиболее удобным положением пациента с углом и траекторией введения иглы, выбрать из доступных режим контроля при компьютерной томографии и быть готовым к тем осложнениям, которые неизбежно встречаются при данной процедуре. Что касается контроля после биопсии, то могут быть применены как рентгеновское исследование, так и компьютерная томография. И в целом эти осложнения могут быть подразделены на легкие и тяжелые, которые либо требуют, либо не требуют активной хирургической тактики. И, наконец, если мы получили некий отрицательный результат, нужно для себя решить, чем он был обусловлен. Либо это нагрехи и нарушение выполнения технологии самой процедуры, либо это тот отрицательный результат, который мы получаем в виде гистологического заключения. Это действительно говорит о том, что, например, мы имеем дело с неопухолевым процессом. Какие же показания и риски? Да. Основное, чего мы боимся, это кровотечение, поэтому необходимо убедиться, что у пациента нет тромбоцитопении и нормальное значение МНО. Это также к относительным противопоказаниям можно отнести и затрудненное дыхание, и ВЛ, и применение антикоагулянтов накануне процедуры. Что касается клинических факторов риска, это женский пол, так как доказано, что женщины чаще волнуются и в силу этого просто могут активнее дышать, что приводит к повреждению плевра и дальнейшему развитию пневмоторакса. Это люди старше 65 лет, активно курящие, с измененными легкими в виде хобла. Если у пациента есть воскулит, или трансплантированная легкая, или резецированная легкая, или тем более пневмоноктомия, надо быть крайне аккуратным и готовиться к тем возможным осложнениям, которые могут возникнуть при данной процедуре. Необходимо оценить данные предварительного сканирования, и если на тех нативных изображениях, которые мы видим, у нас есть сомнения относительно того, что в опухоль не вовлечены какие-то крупные сосуды и есть риск непопадания, то, конечно же, необходимо провести компьютерную томографию с контрастированием. Что касается анестезии, то предпочтительно, конечно, место анестезии или умеренная седация. Общая анестезия чем опасна? Тем, что иногда может возникнуть нам сложнее контролировать ситуацию, но в то же время при необходимости мы зато можем выключить легкое издыхание на какой-то период и выполнить биопсию на остановленном легком. Что касается выбора положения, то это, как правило, оптимально проводить при положении пациента на животе. Это обеспечивает меньше экскурсию, меньше движения легких, и поэтому меньше шанс большого повреждения плевры. Введение иглы выполняют по кратчайшей траектории с углом более 50 градусов и хорошо проходить через рубец, и плохо через участки МЧЗМ, через сосуды, междолевую щель, бронхи. Все это может обусловить дальнейшее развитие осложнений. Как уже на этом не будем глубоко останавливаться. Оптимально, конечно, это трепанобиопсия, а не тонкоигольная спирационная биопсия, и достаточно безопасно использовать иглы диаметром 14-20 вейдж. Что же мы делаем после того, как мы выполнили биопсию? Прежде всего, необходимо выполнить контрольное сканирование, особенно если мы шли через легочную ткань, и убедиться, что у нас нет пневмоторакса и нет кровотечения в плевральную полость. Небольшое кровохарканье при прохождении через легочную ткань является нормальным, и об этом стоит заранее предупреждать пациента, чтобы он не пугался, чтобы не впадал в панику, потому что в небольшом объеме кровохарканье всегда может быть. Сколько наблюдать пациента? Этот вопрос достаточно дискутабелен, и по данным разных авторов они рекомендуют разные временные параметры, но в целом все сходятся о том, что если какие-то осложнения возникают, то они, как правило, развиваются в первые 2-4 часа. Поэтому если есть возможность после процедуры, особенно если игла проходила через легкое, оставить пациента под наблюдение, это нужно сделать. Пневмоторакс возникает примерно у каждого пятого пациента, сопровождается характерной симптоматикой, однако необходимо помнить, что когда мы выполняем компьютерную томографию, мы сразу можем оценить наличие воздуха в плевральной полости, поэтому даже при отсутствии клинических жалоб мы представляем себе тот объем воздуха, который компримирует легкое. Возрастает риск пневмоторакса при глубоко расположенных образованиях, при измененной структуре легочной ткани, при многократных пункциях, поэтому необходимо, как правило, точно прицелиться и выполнить забор материала из минимального количества вколов. И снижает риск развития пневмоторакса. Это плевральное сращение, когда легкое фиксировано, когда листки паритальные и висцеральные плевры срасли между собой, а также при прилижении образования к скридостению или перебре. Кровотечение увеличивает риск данного осложнения женский пол, старший возраст, наличие эмфиземы и наличие мелких или сильно крупных образований и в то же время не повышает риск легочной гипертензии приема с перью. Вот клинический пример. Это, правда, не Тимома, но как иллюстрация такой возможной ситуации, я считаю, что вполне можно его представить. Новообразование расположено близко корня легкого, в нижней доле. После биопсии было установлено наличие жидкости в плевральной полости и пациент был отправлен под наблюдение, но уже через час мы видим практически тотальный гемоторакс, занимающий всю плевральную полость. Легкое уже на этом фоне практически не дифференцируется. Пациент был взят операционную, прооперирован и гемоторакс остановлен. Также к редким осложнениям, то есть отнести воздушную эмболию, как правило, она возникает при прохождении иглы через вены легкого. Симптомы могут быть или мозговые, или кардиальные. В плане лечения это положение тренда Доленбурга, гипербарическая оксигенация, дыхание кислородом и также симптоматическая терапия. В редких случаях возникает летальный исход. По данной литературе примерно в 0,16% случаев. И вот уже непосредственно наблюдение с тимомой, что мы видим образование переднего средостения, к чему здесь надо быть готовым, к тому, что справа и слева от грудины проходит артериторатская интерна, и поэтому необходимо, когда мы строим траекторию введения иглы, учитывать наличие в этой области сосудов и стараться избежать попадания в них. Если же нет возможности выполнить биопсию, не затрагивая ткань легкого, то необходимо организовать эту процедуру таким образом, чтобы длина траектории пересекающей легкого была минимальной, как в данном случае, выполнена биопсия и, конечно, без осложнений. Какие же в целом можно сделать выводы из того, что я сказал? Это то, что компьютерная томография, с одной стороны, позволяет выявить образование средостения, но достаточно сложно провести дифференциальную диагностику между другими видами патологий. То, что трансторакальная биопсия – это в целом метод эффективной диагностики опухолей грудной локализации, однако, как уже было отмечено, зачастую того материала, который получается при данном виде диагностики, бывает недостаточно. И необходимо выполнение либо повторных биопсий зачастую, либо экстезионной или инстезионной биопсии. И что, конечно же, необходимо быть готовым к тем, зачастую, тяжелым осложнениям, которые могут возникать при данном виде интервенционного вмешательства. Спасибо. Спасибо большое, Илья Александрович. Есть ли у нас вопросы? А можно задать вопросы? Да, конечно. Спасибо большое за интересную информацию. Илья Александрович, скажите, пожалуйста, у вас там на слайде ПЭТ-КТ проскочило. Все-таки чем нам может помочь ПЭТ-КТ-исследование и нужно ли использовать рутинные практики для диагностики ТИМО? Ну, действительно, ПЭТ-КТ во многом помогает в определении распространенности заболевания, но как таковой не позволяет говорить о том, что мы имеем дело с ТИМОМой или, например, с каким-то другим опухолевым процессом. В то же время есть определенная связь между захватом радиофанфопрепарата. При больших цифрах захвата большая вероятность того, что мы имеем дело с карциноматимуса, нежели с ТИМОМА типа А или типа Б. То есть там КТ хватит? Для того, чтобы сказать, что есть образование и охарактеризовать его в орфологическую структуру, да, вполне в то же время захват радиофанфопрепарата будет как при опухолях ТИМОМА, так и при опухолях, так и при других нозологиях. Все понятно, спасибо.